Но вся эта история с Артёменко немного померкла после того, как пришли новости о похищении замглавы фракции БПП Алексея Гончаренко. Вообще за последние месяцы этот депутат наделал много шуму, так что к сюрпризам о нём и в парламенте, и в обществе готовы были. Особенно после того, как в начале февраля Гончаренко попробовал себя в роли графитчика и написал на фрагменте Берлинской стены под посольством Германии в Киеве «Яркое нет». Скандал, разгоревшийся тогда, был такой силы, что даже фракции БПП пришлось отмежеваться от своего же замглавы. Мол, это была только его инициатива вот так красочно пообщаться с немецким послом. Впрочем, это покушение на Гончаренко уже не первое посягательство на нардепа за последнее время. Каждая из них достойна отдельного повествования о невероятных приключениях депутатов этой зимой. Трилогия «Выжившие» далее. Самое яркое событие этой недели – удивительное похищение Алексея Гончаренко, которое оказалось всего лишь хитроумной мистификацией. Все происходило в лучших традициях шпионской саги. 23 лютого и у людей в своих каких-то негидных мриях было символично сделать именно сегодня. О негодяйских мечтах все узнали в обед четверга. В 13.40 прокуратура Одесской области сообщила, Гончаренко похищен. Фейсбук-сообщество оживилось, парламент сполошился. Депутаты даже попросили создать штаб по поиску нардепа. Но не прошло и двух часов, пропажа нашлась на спецзадании. Одесские прокуроры собрали журналистов и сообщили, Гончаренко исполнял почти невыполнимую миссию. На него, как на живца, поймали целую стаю сепаратистов. По их заказу народного депутата должны были покалечить. А заказчиком всего этого преступления называют Александра Кушнарева, депутата Лиманского райсовета Одесской области. Якобы он хотел отомстить Гончаренко за погибшего 2 мая в Доме профсоюзов сына. В доказательства правоохранители распространили видео. А потом и фото прикованного к батарее Гончаренко. Кушнарев и еще два человека сейчас в СИЗО. Им светит 12 лет тюрьмы. А главный герой истории уже на следующий день отправился в Раду. И с каждым его комментарием история становилась все более масштабной. Они как антиукраинское подполье такое. Все они способны украсить народного депутата, общественно-политического деятеля, обезобразить его. Они же не хотели меня убивать. Они хотели искалечить, обезобразить и выкинуть. И это такой акт террора, который они планировали. Была ли попытка похищения на самом деле, ответит суд. Меру пресечения задержанным должны избрать в понедельник. А вот двое других бандитов-подрывников уже сидят в СИЗО. За попытку убить народного депутата. Эта история – образец детективных сериалов 90-х. Его первый сезон отшумел в конце января. Тогда СБУ сообщило о двух киллерах, бывших зэках, которые хотели подорвать автомобиль «Слуги народа». Сперва, сохраняя интригу, имя их потенциальной жертвы не называли. Но тайно это было недолго. Сам выживший начал свою гастроль. Сперва в Фейсбуке, потом перед журналистами. Попытка покушения на меня, предотвращенная службой безопасности Украины, является лишь одним из звеньев цепи работы диверсионно-террористического центра, созданного на территории Российской Федерации. Обученные в тайных лагерях смерти киллеры хотели убить Герасченко за антироссийскую деятельность и сайт «Миротворец». С собой имели фото жертвы и взрывчатку. Уходить планировали на такси до России. Вот только никак не могли найти 100 долларов, чтобы заплатить водителю. Несмотря на все эти странности, Герасченко рассказом так воодушевился, что даже новый поворот сюжета озвучил. Судя по почерку и подготовке террористического акта по моей ликвидации, следователи считают, что на 99,9% террористические акты убийства известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года было направлено, нацелено и реализовано из этого же диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации. После этого в дело пришлось вмешаться и самому Арсену Авакову, который пояснил, что Герасченко все-таки не имел доступа к материалам дела Шеремета и не мог проводить такие аналогии. При этом самих киллеров общественности не показали. Суд по избранию им меры пресечения провели закрыто, пока их жертва публично рассказывала о нависшей опасности. А вот третья история покушения действительно загадочна. В духе средневековых романов. В январе в прессу попало сообщение. Народного депутата, лидера фракции БПП Игоря Кононенко, травили ртутью. Информацию эту подтвердил у себя в ФБ заместитель фракции БПП Алексей Гончаренко. Но официально никто не решался комментировать. Ни в блоке, ни в правоохранительных органах. А по неофициальной информации о ртутном отравлении Кононенко узнал в конце прошлого года. И все это время активно лечился. Хотя и на работе в парламенте был замечен. И об этом деле до сих пор никаких существенных деталей.